Почему Лукашенко до сих пор занимается чепухой? Причем здесь евреи и зачем поляки рассеивают у границы с Белоруссией навоз? Изменит ли Путин ядерную доктрину России? Что означает новый договор между Москвой и Пхеньяном? И построил ли Путин так называемую ось зла? Неужели в отношении к Израиле и США раскол? Чего добивается Нетаньяху? Добрый день, меня зовут Владимир Унец. Сейчас будет подробный анализ главных событий прошлой недели. Что из-за чего произошло и к чему в итоге приведет? Я приправлю факты выводами, а не домыслами. И я обращу ваше внимание на детали, которые вы, вероятно, могли упустить. Ну а вы смотрите сами. Ну а перед этим обязательно отыщите кнопку лайк этому видео. Ну и не забудьте подписаться на наш YouTube-канал. Ну а за осмысленные комментарии вообще отдельный респект. Что ж, поехали. Российские пропагандисты усердно хвалили визит Путина в Северную Карею. Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Действительно, поездка Путина на восток была выкрашена в ярко-красные коммунистические цвета. Сначала Северная Корея, потом Вьетнам. Везде гордо веяло знамя коммунизма. Но давайте начнем все же с Северной Кореи. В аэропорту Пхеньяна Путина встречал лично Ким Ченым. Северокорейский диктатор явно возлагал большие надежды на этот визит. Встреча с пионерами, возложение цветов, поход по памятным местам. И, конечно же, бесконечные совместные катания в автомобилях. То Ким возил Путина на санкционном маршадайсе С-класса, то Путин возил Кима на своем аурусе. Ну и самое главное, конечно же, определиться, кто же должен первым сесть в автомобиль. Все это отдавало Нафталинам из 80-х. Восторженные возгласы в российских СМИ дополняли разлоги и аналитические статьи в западной прессе. Да, за этим действием следил весь мир. Ну а что делать, уродство завораживает. Да и с другой стороны, война приобретает откровенно новый характер. Во-первых, с земли основные бои перенеслись в небо. На прошлой неделе Россия снова бомбила украинскую энергетическую инфраструктуру. Ну а Украина, понятное дело, не молчала. Украинские беспилотники наносили удары по российским НПЗ и системам ПВО. Это наше ПВО. А как теперь, Бутина Лиша, они же не будут тебя ловить ракеты. Путин говорит о переговорах. Мы, мол, никогда не отказывались. Подписывайте срочно, дальше будут условия другими. Классическая тактика афериста. Не дать никому подумать над предложением. Берите быстрее, а то он, мол, милиция идет, не успеете. Во время своего восточного турне переговоры Путин упомянуть тоже не забыл. Я не думаю, что такой нигилизм в отношении наших предложений будет оставаться вечно. Наверняка что-то будет меняться. В том числе будут меняться и наши условия в зависимости от ситуации на земле. Условия будут меняться в зависимости от ситуации в воздухе. Ф-16 уже на подходе. Западные страны уже не так сильно боятся, что их ракеты долетят до российского тыла. Войну приходится воевать по-настоящему. Ну и Украина, если помните, уже даже до глаз ядерной триады добралась. Слепая ядерная Россия не сможет сотрясать воздух угрозами. Министры обороны стран НАТО собирались в Брюсселе, в штаб-квартире организации, чтобы вообще понять, как утихомирить ядерные афетиты Путина. Идти на поводу у преступника странная была бы история. Генсек НАТО Йенс Толтенберг ранее рассказал о том, что в НАТО даже обсуждают приведение ядерного оружия стран-блока в состояние боевой готовности для сдерживания России, Китая и КНДР. Он заявил, что краеугольным камнем ядерной стратегии НАТО должна стать прозрачность, которая поможет донести прямое сообщение оппонентам. Нашей целью, конечно, является мир без ядерного оружия, но пока оно существует, мы останемся ядерным альянсом, потому что мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО нет, был бы более опасным, подчеркнул Столтенберг. Сейчас российская ядерная доктрина предполагает, что Москва может нанести удар только в ответ. Путину, конечно, хотелось бы это изменить. В частности, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверх малой мощности, и мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что вот такие средства поражения можно было бы и применять, и ничего в этом особенно страшного нет. Страшного, может быть, и нет, но на это мы обязаны обратить внимание. И мы обращаем на это внимание с этим и связанным заявлением о том, что мы думаем о возможных изменениях в наших стратегиях. Ну и, конечно, не обошлось без очередных угроз, что, мол, Украине война будет очень дорого стоить. Путин практически подтверждает тезис, что будет воевать на истощение. Вот эта команда любой ценой, я вас уверяю, что так и есть, я знаю, о чем я говорю. Она, конечно, если она не основана на реалиях, то будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам. Ну, посмотрим, на самом деле, что будет происходить. Вся эта поездка на восток – очередная громкая легитимизация самого себя, самоутверждение. Показать, что, мол, никакой я не изгой. Путин продолжает строить ось зла. Российская Федерация не исключает для себя развитие военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-демократической Республикой в соответствии с подписанным сегодня документом. Корейские друзья занимают объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования. Понимают истинные первоначальные причины кризиса. Такая линия корейского руководства – еще одно наглядное подтверждение подлинно самостоятельного, независимого, суверенного курса КННДР. Индотихиокеанский регион штормит. Американская Нью-Йорк Таймс опубликовала детальный анализ визита Путина в Пхеньян и Ханой. Он приехал, чтобы разрушать и разрушил. Страны региона, пишет издание, теперь в панике и смятении. Путин переплетал дерзкие угрозы с туманными тезисами. Понять, что к чему стало еще сложнее. США пока в той части света не воспринимается как союзник, но при этом точно не воспринимается как враг. При этом президентские выборы с непонятным результатом, а в случае победы Трампа еще и с непредсказуемой внешней политикой, не добавляют этим странам оптимизма. В то же время Китай усердно наращивает ядерный потенциал, как будто реально грядет глобальная массовая заварушка. Посол США в Японии Рам Эммануэль назвал всплеск активности Путина в Азии воплощением наших худших опасений. Россия только что сказала нам, что собирается стать главным организатором государств-изгоев, которые разрабатывают ядерное оружие, нарушают договоры о нераспространении и позволяют странам, находящимся под санкциями ООН, выходить из-под этих санкций, сообщил он. Отдельного внимания заслуживает прощание Кима с Путиным, долгие объятия, медленное вскарабкивание по трапу самолета и нежный взор из иллюминатора своего правительственного борта. О таком союзе роман бы написать, честное слово. Впрочем, смотрите сами. Путин подписал договор Северной Кореи о всеобъемлющем сотрудничестве. Крепкой дружбе, взаимной любви, обо всем хорошем и против всего плохого. И жили они с Кимчины нам долго и счастливо. И умерли в один день. Нет, пока, конечно, не умерли, но вот договор вполне интересная штука. Во-первых, он дублирует договор между КНДР и СССР, а некоторые пункты просто списаны в слово в слово. Ну а во-вторых, там есть еще и секретная часть, которая может представлять опасность для мира. А может быть, она просто засекречена, чтобы держать полпланеты в напряжении. И что же они там такое договорились делать вместе? Ну и военное соглашение заслуживает особого внимания. Стороны договорились, что в случае, если одна из них становится жертвой военной агрессии, то вторая тут же оказывает всяческую военную помощь. Ну и другую помощь тоже. По крайней мере, в открытой части документа о взаимном вступлении в войну речи не идет. Ну а там, кто его знает? Тут меня прямо аж поджимает съязвить. Россия когда-то уже выступала гарантом безопасности, суверенитета и территориальной совестности Украины. Ну а сегодня мы видим, чем все это закончилось. Ну и военный блок ОДКБ, мегастранная организация. По ее работе тоже можно понять, чего стоят гарантии России. Но вы, конечно же, смотрите сами. Ну и поскольку этот блок еще не заканчивается, и мне есть еще чем с вами поделиться, думаю, что сейчас самое время напомнить вам поставить лайк этому видео, подписаться на наш YouTube-канал. Там, правда, много интересного. Ну и самое главное, оставляйте комментарии. Давайте же вести диалог. Ким подарил Путину портрет, уж больно смахивающий на могильный камень. Знак большой дружбы и глубокого уважения. Путин тоже без подарка не приехал. Подарил товарищу-председателю свой лимузин Аурус. Уже, кстати, второй по счету. Первый он вручил Киму, когда тот приезжал недавно в Россию. Уж больно российская копия британского Роллс-Ройса нравится северокорейскому диктатору. Интересно, что Северная Корея под санкциями ООНа. Это значит, что и Россия должна их придерживаться. Аурус – это явно подарок, нарушающий обязательства Москвы перед организацией, на которую в Кремле все еще ставят такие большие ставки. Хотя, как я уже сказал, санкции ООН не мешают северокорейскому диктатору ездить на немецком Мерседесе и пользоваться американским компьютером. Как думаете, у кого Путин слезал идею так называемого параллельного импорта? Путину-то самому не привыкать жить под санкциями. Конечно, он всех убеждает, что они ему нипочем. Но одно из его требований в рамках мирных приговоров – как раз эти санкции почему-то снять. Очень не любит Путин санкции против Северной Кореи. Кстати, тоже. Оттого и сыплет историческими метафорами. Некоторые санкции, которые были введены против Северной Кореи, они, мягко говоря, как-то выглядят очень странно. Вот, как известно, я родом из Ленинграда. И что переживала Ленинград в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, все очень хорошо знают. Это блокада, когда людей морили голодом. Все это – визит российского диктатора в Северную Корею, новый договор о военном сотрудничестве, да и в целом заявления Путина сильно возмутили Корею Южную. Восточная страна откровенно с западной орбиты пообещала из-за этого пересмотреть свою политику по отношению к Украине. Пока Сеул оказывает Киеву только гуманитарную помощь, а вот с оружием помогать не спешит. Хотя украинские власти неоднократно с такой просьбой обращали. Что ж теперь, говорят и южные корейцы, будут думать. Путин, конечно же, в свойственной ему манере попытался всех успокоить. Что касается озабоченности Республики Корея, то, судя по тому, что вы сказали, я буду от этого отталкиваться. Я думаю, что Южная Корея, Республика Корея не о чем беспокоится, потому что наша помощь в военном сфере в соответствии с договором, который мы подписали, возникает только в том случае, если в отношении одной из подписавших этот документ сторон будет осуществлена агрессия. Насколько мне известно, Республика Корея агрессию в отношении Корейской народно-демократической республики не планирует. А значит, бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости. Ну, успокоил как мог, с Кореями понятно. Тут особо ничего объяснять не нужно. А вот что же думают по поводу визита Путина в Китай? Ведь совсем недавно российский диктатор не менее рьяно хлопозал Си Цзиньпина и точно так же рассказывал о всеобъемлющей дружбе. Исторически Китай как бы партнер Северной Кореи. Ну, то есть партнер по принципу толковый брат умственно отсталого ребенка. Пекин никогда не воспринимал Северную Корею как самостоятельного игрока на геополитической арене. Да и санкции ООН тоже поддержал. И это, правда, никогда не мешало Китаю подбросить Пхеньян немного санкционки. Ну, нельзя же оставить целую страну жить в Средневековье. А тут Путин, понимаешь, приезжает подписывать договоры и придает Северной Корее субъектности. Относится как к государству, способному самостоятельно принимать решения. В Пекине также явно опасается и возможного ядерного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой. В регионе, по их логике, должен доминировать только Китай. В общем, Китай как бы совсем не устраивает то, что Северная Корея уже как бы не совсем изгой и получила субъектность уже как бы тоже не от совсем изгоя России. В общем, ось зла уже вроде бы и не совсем ось. Китай явно не стоит в одном ряду. Нужна ли Китаю Россия как партнер? Нет, Россия – сосед Китая. Но сосед не партнер – это далеко не одно и то же. Будет ли Китай воевать плечом к плечу с русскими? Ответ, как по мне, очевиден. Ну а вы, конечно, смотрите сами. Сейчас у китайцев не самые лучшие отношения с американцами. Но будут ли они их только усугублять ради великой и всеобъемлющей дружбы с Россией? Давайте подумаем. Недавно целый ряд американских чиновников по очереди посещали Поднебесную. И все они непрозрачно намекали на то, что за помощь России вести финансовые операции китайские банки попадут под вторичные санкции. Самое страшное для любого приличного банка, в том числе и в Китае, быть отключенным от долларового оборота. Тогда банк просто теряет своих клиентов. Они не смогут проводить платежи с Европой и Америкой. Китайским банкам не нужна дружба с Россией, которая будет им стоить собственного клиентского портфолио. В последние недели в российских пабликах так много информации о том, как бедным россиянам приходится мытарствовать в Китае. Владельцев российских паспортов, желающих принимать платежи из России в большинстве китайских банков, посылают разными способами известным курсам. К примеру, мы больше не открываем новые счета. Говорят, в Бэнк в Чайна и Чайна Миншэнг Бэнк. Или вот такое. А в этом году мы еще не получали новые переводы. Это Чайна Мерчант Бэнк и ICBC. Ну или оптимистическое. Мы вернем ваш платеж обратно. Это Чайна Мерчант Бэнк и ABC. Или наоборот. Пессимистическое. Мы не гарантируем получение денег. Скажет вам Бэйджинг Бэнк или Донг Йон Бэнк. Иногда можно услышать нейтральную отмазку, вроде мы приостановили получение платежей из России. Это Чайна Сайтик Бэнк. Ну или мое любимое, конечно же, ваш паспорт не проходит нашу службу безопасности. Говорят о россиянам сотрудники СПД Бэнк. Ну а в Чайна Сайтик Бэнк и CBC честно признаются. Мы не открываем счета для граждан России. Денежки любят тишину, а не ядерные угрозы. Китайские компании, сотрудничавшие с российскими государственными структурами, тоже потихонечку, если сказать понятным многим россиянам языком, начинают рубать окуня. Так вот, китайская Вайзен Нью Энерджи, сотрудничавшая когда-то с Новотеком и Росатомом, вдруг объявила о выходе из всех текущих проектов в России. И отказе от рассмотрения новых. Напомню, что в мае этого года вся российская элитка поехала в Китай с челобитной в ноги си падать. А уже в июне нам всем непрозрачно намекнули. Фу на папу фукать. Будете делать то, что вам скажут. Вот, очевидно, Путин подобиделся и поехал искать душевного утешения у Ким Чен Ына. А тот, за второй кряду Аурус, рад стараться. Удивительно, правда? Советский Союз умел строить танки, но не умел обеспечить собственный народ электроутюгами и холодильниками. А за телевизором нужно было годами в очереди. В Северной Корее строят ракеты, а вот автомобильчик даже для собственного народного папы сконстролить не способны. А еще хотите прикол? В день визита Путина в КНДР китайцы провели диалог с Южной Кореей в сфере безопасности и внешней политики. И хотя представитель МИД КНР указал, что диалог между Китаем и Южной Кореей был как бы проведен для обсуждения согласованных заранее мер по развитию двухсторонних связей и не имеет отношения к обменам между другими странами, совпадение здесь вряд ли можно считать случайным. Очевидно, за деньгами, а точнее за способом их переводить, Путин после Северной Кореи поехал во Вьетнам. Вьетнамские банки могли бы стать надежной заменой китайским. Ну или не могли бы. Давайте разбираться. Товарооборот Вьетнама с Россией, по данным АФП, на 2022 год составил 3,5 миллиарда долларов. Позже чуток подрос, но порядок цифр остается прежним. В то же время, со США товарооборот составляет 111 миллиардов за тот же период. Он то падает, то подрастает, но Штаты остаются крупнейшим покупателем вьетнамских товаров. Президент Вьетнама То Лам, а занимает он эту должность всего-то чуть более месяца, из антиамериканской партии силовиков. А цель визита Путина явно выдавливание всех заокеанских сил с континента и снижение роли Соединенных Штатов в странах береговой зоны. При этом То Лам, будучи еще чиновником рангом пониже, работал и в Британии, подписывал межправительственные соглашения, встречался с лидерами Южной Кореи и вице-президентом США. Ездил в Европу, смотрел, что к чему. В Ханое российского президента встретили гораздо более сдержанно, чем в Северной Корее, но тоже достаточно ярко. Смотрите сами. По итогам были подписаны более десятка соглашений о двухстороннем сотрудничестве в области образования, медицины и энергетики. Кроме того, стороны приняли решение о создании во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий, который построит Росатом. Ни один из обнародованных документов не связан с оборонкой. Однако президент Вьетнама То Лам сообщил, что были достигнуты и другие договоренности, которые останутся в тайне. Визит российского лидера в Ханое уже вызвал осуждение со стороны Вашингтона. США заявили, что Вьетнам, приветствуя Путина, нормализует вопиющие нарушения международного права. Что же это за секретные сделки с Путиным такие? И будет ли это означать, что Вьетнам будет помогать Москве вести войну против Украины, даже рискуя потерять самого большого покупателя своих товаров в лице США? Ведь и в саммите мира Зеленского Вьетнам не участвовал. У Вьетнама своя правда. В рамках своего нейтрального внешнеполитического курса Ханой стремится дать понять всем, что не является ни союзником США, ни тем более чьим-то вассалом. Он последовательно воздерживается при голосовании в ООН по всем резолюциям, осуждающим войну России в Украине, демонстрируя свой нейтралитет в отношении этого конфликта. Во Вьетнаме Путин уверенно торочил все те же самые тезисы, которые до этого озвучивал и в Северной Корее. Тяжелая эта работа, знаете ли, все это построение многополярного мира, но в то же время и очень веселая. По-настоящему живой и динамичный характер носит российско-вьетнамское сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. За прошедшие десятилетия в нашей стране прошли обучение и повысили свою квалификацию десятки тысяч вьетнамских специалистов в самых разных областях. Несколько тысяч получили ученые степени. В настоящее время в российских вузах учатся более трех тысяч студентов и аспирантов из Вьетнама. Ничего, собственно, особо нового. Вьетнам постепенно освобождается от зависимости от российского оборонного оборудования. А в 2023 году повысил уровень своих отношений США до самого высокого. Возможно, мы представим такой же статус, как и с Китаем и Россией. Для Путина путешествие по Вьетнам стало шансом продемонстрировать, что Россия все еще имеет глобальное влияние. В общем, подводя итоги всего этого путешествия, мне кажется, правильно будет процитировать материал британского издания The Times. Главная мысль аналитической статьи, что диктатору Путину пора отдохнуть. Его усталость уже не скрывает ни ботокс, ни попытки быть рукопожатным хоть где-нибудь в мире. Но нелегко это дело грозить всему свету ядерной зимой. Но в самом-то деле. Да, чуть было не забыл. Кроме могильной картины, Путину кем-то тоже подарил интересный подарок. Двух собак породы пхунсан. Кстати, их почему-то на трапе самолета заметно не было. Даже шутить не буду насчет того, куда могли попасть собаки в Корее. В общем, вы пока быстренько ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш YouTube-канал и комментируйте без остановки. Конечно же, все это доступно только тем, кто смотрит выпуск в интернете. Хотя, в принципе, вступать в диалог с телевизором тоже можно, только это менее продуктивно. Премьер Нидерландов Марк Рюты уже теперь железно станет генсеком НАТО. Настолько железно, насколько это возможно в принципе в современных реалиях. Столтенберг, который пробыл в этой должности 10 лет с момента нападения России на Украину, уже давно хочет просто выдохнуть. Хотя, как никто другой, показал максимальную эффективность на посту. Процедура назначения генсека наибольшего в мире военного союза далека от идеальной и прозрачной. НАТО в этом неоднократно упрекали. Внутренние консультации, которые в итоге заканчиваются представлением нового генерального секретаря. Кому же только не пророчили за последний год эту должность. И Урсуле фон дер Ляйен, она была моим личным фаворитом. Также говорили о бывшем министре обороны Великобритании Бенни Уоллесе. Он, помните, на саммите НАТО в Вильнюсе сказал Украине, что Британия, мол, не Амазон. Ну а потом, как бы по собственной воле, встал с министерского кресла. Выбрать нового генсека для НАТО было делом первой необходимости. Уже буквально несколько недель осталось до юбилейного саммита в Вашингтоне. И было бы крайне плохо не проявить единство в вопросе назначения собственного руководства. Впрочем, НАТО поговаривают и без того, было чем заняться. В Альянсе принимали долгосрочные меры и выстраивали планы помощи Украине, ну, на всякий случай. Чем, черт не шутит, а вдруг Трамп таки станет президентом США? Ну и что же тогда? НАТО сейчас на себя пытается взять функцию главного координатора помощи Украине. Что, в принципе, логично. 99% всего, что попадает в руки украинских войск, представлено именно странами Альянса. Новый план поддержки Украины, который придумал Столтенберг, еще даже более амбициозный, чем тот, который провалился в фонд помощи на 100 миллиардов. Так что же теперь будет, когда Столтенберга заменят Рюты? Кандидату на пост Генсека есть несколько неформальных требований. Предпочтение отдается тем, кто возглавлял страну НАТО или ее правительство. Неплохо было бы при этом иметь еще и авторитет среди лидеров государств, чтобы с мнением Генсека в итоге считались. Ну и, конечно же, Генсек должен перестать здесь, я саркастически ухмыльнусь, быть политиком и не пытаться затмить лидерам стран НАТО. Слово Генсека в организации весомо. Все мы помним, как Столтенберг заткнул рот венграм, когда речь шла о создании нового органа по сотрудничеству с Украиной Совета Украина-НАТО. Рюты еще не Генсек, но вот рот Венгрии уже пришлось закрывать. Будапешт блокировал кандидатуру бывшего нидерландского премьера, пока тот не даст, где-то я уже это слышал, письменные гарантии того, что Венгрия не будет оказывать военную помощь Украине. Как бы выглядели такие письменные гарантии, непонятно, конечно, но Орбану пообещали, что у него денег не попросят. Пускай только ведет себя как союзник, а не путинский шантажист. Напомню, что Нидерланды во главе с правительством Рюты выступали за то, чтобы наказать Венгрию за ее поведение в ЕС. Лично премьер страны тогда выступал, чтобы не разблокировать деньги, предназначенные для Будапешта. Орбан пытался представить скепсис нидерландцев к его собственной персоне как неуважение к народу его страны в целом, но не срослось. Многие в Альянсе хотели бы видеть генсеком представителя Центральной или Восточной Европы. У поляков были неплохие шансы, но консолидировать позицию всех они так и не смогли. Рюты оказался выигрышем. Он даже скептически настроенную к нему Турцию как-то уговорил. Сегодня Нидерланды в лидерах антипутинской коалиции. Страна, в отличие от США, не против того, чтобы ее оружие отрезало российские тылы от передовой. О самолетной коалиции вы и без меня все знаете и повторяться не буду. В общем, повод для того, чтобы по крайней мере выражать сдержанный оптимизм, у Украины есть. Тот же Уоллес со своим неамазоном мог бы оказаться темной, например, лошадкой. Теперь вопрос только в том, будет ли Рюты таким же активным адвокатом Украины, как был Столтенберг. Ведь, напомню, генсек НАТО в теории должен был бы отказаться от своих политических амбиций и убеждений. А все уже привыкли, что Столтенберг явно был за рамками НАТОвских рамок, в угоду здравому смыслу. Не дать России победить и в интересах всего блока НАТО. Ну а вы уж смотрите сами. В завершение этого блока скажу еще вот что. Забавная новость была опубликована американским Financial Times. Издание пишет, что Украина через третьих лиц получила боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро. Несмотря на то, что Сербия является одной из двух европейских стран, не присоединившихся к западным санкциям против России, страна незаметно наращивает продажу на Запад своих боеприпасов. Как пишет ФТ, эти боеприпасы в конечном счете идут на усиление обороны Украины. Хотя президент Вучич дипломатично называет это возможностью для бизнеса и продолжает настаивать, что не станет на чью-либо сторону в военном конфликте. Война на Ближнем Востоке – важный элемент геополитического пазла. Израиль продолжает войну против Хамас, но, кажется, прилично разозлил главного союзника – Соединенные Штаты. Итак, премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяхур распустил военный кабинет, созданный им после 7 октября. Ранее два его члена – бывшие начальники генштаба Бенни Ганс и Гадди Айзенкот – подали в отставку. Оба были сторонниками реализации сделки Байдена, предполагающей временное прекращение огня и частичный вывод израильских войск из сектора Газа. В середине мая Ганс выдвинул Нетаньяху ультиматум с требованием официально утвердить шесть стратегических целей. Освободить заложников, провести демонтаж власти Хамас, разоружить газу под военным контролем Израиля, создать гражданскую администрацию сектора при участии США, Европы, Арабских стран и Палестинской автономии, вернуть до начала учебного года эвакуированных из-под обстрелов Хизбаллы жителей населенных пунктов с севера страны, а также продвижение нормализации Саудовской Аравии и законопроект о призыве на военную или гражданскую службу всех граждан Израиля. От этих, как и в принципе от предыдущих требований лидера гослагера, Нетаньяху отмахнулся. Ганс покинул правительство, обвинив премьер-министра в препятствовании достижению истинной победы и призвал к проведению досрочных выборов. Но при чем же здесь, в Вашингтон? С одной стороны, Нетаньяху уже чуть ли не войну Ливану объявляет, еще не закончив военную операцию против Хамас, и назвать это уверенной победой вряд ли можно. Ну а с другой, израильский премьер выражает недовольство американской помощью, мол, мало и долго. В Белом доме на это отреагировали, мол, что это вообще за поведение такое. Представитель Совета нацбезопасности в Белом доме Джон Кирби уже открыто, так сказать, голосом через рот заявил, что эти комментарии вызвали у штатов глубокое разочарование и, конечно, досаду, учитывая объем той поддержки, которую они оказали и, вероятно, будут оказывать дальше. При этом США заявили, что речь идет только об одной партии 900-килограммовых и 200-килограммовых боб, которая была приостановлена в мае из-за опасений, что они могут быть использованы в густонаселенных районах сектора газа. Тогда же в мае американские журналисты сразу нескольких изданий писали, что Иерусалим прикладывает значительные усилия и вкладывает солидные средства в лоббирование своих интересов на Капитолейском холме. И это приносит свои результаты. Зачем же Нетаньяху пошел в открытый публичный конфликт с Белым домом, для меня, как и для многих обозревателей, пока остается загадкой. Если в конце прошлого года в команде Байдена рассчитывали, что война не продлится уж слишком долго, и действующий президент еще и до ноябрьских выборов сможет представить американскому достижение своей дипломатии, то теперь в Вашингтоне полагают, что те же дивиденды Израиль получит не в результате полного разгрома Хамас, а лишь согласившись на сделку с ним. Ну а бонусом для Байдена и Госдепа США будет возвращение домой израильских заложников, что, надо полагать, принесет кандидату от демократов немаловажные имиджевые очки. Причем план Байдена, судя по всему, по душе большинству самих израильтян. Так, 56% участников опроса, проведенного по заказу 12-го канала израильского телевидения, поддержали мирный план Байдена против 24% несогласных с ним, ну и 20% затруднившихся ответить. Короче, пока понятно, что ничего не понятно, но в Москве уже практически хлопают в ладоши. Северокорейские дети так активно не аплодировали Путину, как кремлевские функционеры аплодируют израильскому премьеру, пытающемуся эвакуировать со дна Красного моря свой политический рейтинг. Ну а вы что думаете? Пишите комментарии, если смотрите выпуск в интернете. А еще обязательно поставьте лайк этому видео, ну и подпишитесь на наш YouTube-канал. Ну а вот Беларусь как-то окончательно решила рассориться с Израилем. По крайней мере, ее бессменный правитель со сомнительной легитимностью Александр Лукашенко предлагает для этого максимум усилий. То ли у него такой новый подход во внешней политике, то ли по глупости, но факт остается фактом. Лукашенко на прошлой неделе в свойственной ему манере старательно боролся с коррупцией у себя в стране. Коррупцию за все годы себя любимого власти он так и не поборол, но вот с евреями разругался. Когда сказал то, что сказал. Смотрите сами. Вот три десятка человек перечислены. Вы меня извините, я не антисемит, но больше половины евреев. Это что, они у нас особое привилегированное положение занимают, что они воруют и не думают о своем будущем? Министр иностранных дел Израиля Исраиль Кац, как это принято называть в прессе, раскритиковал слова Александра Лукашенко, акцентировавшего внимание на происхождение людей, которые фигурируют в громком коррупционном деле. Хотя я бы, конечно, вместо слова «раскритиковал» использовал совершенно другое. Ну, да ладно. Глава Бюро Министерства по делам Евразии Юваль Фукс уже подал жалобу послу Беларуси в Израиле. Ну, и после высказывания Лукашенко в Израиле также отменили конференцию, посвященную 80-летию освобождения Беларуси от нацистов, сообщило издание «Позерк» со ссылкой на свои источники. Ну, белорусский диктатор давно известен своими, как минимум, неоднозначными заявлениями в адрес евреев. Помните, как, выступая в парламенте, он как-то хотел взять их всех под свой контроль. «Меня информируют, что вот там, где-то на Тутбай...» «Семен Борисович, как-то там здесь ваша непорядочность себя ведет и порой. Так сколько можно работать? Я же вас спросил год назад. Я ему поручил всех евреев взять под контроль в Беларуси». Ну, а еще мы все помним его высказывание 2007 года, когда Лукашенко хвастался перед российскими журналистами обновленным городом Бобруйск. Тогда он сказал, что до этого город был похож на свинушник, потому что там жили в основном евреи. А всем, мол, известно, как евреи относятся к тому месту, в котором живут. Так что, собственно, чего тут удивляться. Тем временем, польские фермеры, которых в последнее время особенно занимало блокирование границы с Украиной, теперь переключились на границу с Беларусью. Нет, это не связано ни с импортом, ни с транзитом. На сей раз они решили бороться с мусульманскими мигрантами, которые через Беларусь незаконно проникают в их страну. Способ борьбы довольно экстравагантный. Они распыляют вдоль границы с соседкой свиной навоз. Видео, конечно же, тут же появилось в интернете. Смотрите сами. Леем свинскую гнойовицу, забезпечаемый пройс для нелегальных иммигрантов. Тут можете увидеть. В мусульманском мире свинья считаются грязным животным, и поэтому в логике активистов навоз идеальное средство для того, чтобы они боялись вступить на польскую землю. Шутки шутками, напольские пограничники действительно чуть ли не каждый день задерживают бегунов, которые к государственному кордону привозят, если верить слухам, белорусские силовики. Власти Польши ввели буферную зону и построили забор вдоль границы, однако поток мигрантов не уменьшился. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал происходящее гибридной войной. Ну, а знаменитые теперь на весь мир польские фермеры решили увенчать эту борьбу с нелегалами навозной расправой. На момент записи этого выпуска реакции со стороны Лукашенко и его сообщников не было. Ну, думаю, и не будет. Лукашенко занят коровами. Инспектировал он, значит, ну, все как обычно, сельскохозяйственные предприятия. Ну, и чтобы подчеркнуть важность всего происходящего, очевидно, хотел продемонстрировать причастность к сельскохозяйственным работам. В общем, сказал, что сказал. Смотрите сами. У меня лично это сразу же вызвало вопрос. Почему же он не бросил заниматься этой чепухой и занимается ей уже почти 30 битых лет? И все никак не угомонится. Вопрос, конечно, риторический. На него, я уверен, у каждого есть свой ответ. Ну, вот на этот раз пока все. С вас лайк, подписка, репост, если смотрите программу в интернете. А больше всего, конечно же, я жду ваших комментариев. Ваши мысли бесценны. Делитесь ими. И это видео посмотрят больше людей. С вами был Владимир Унец. Новый выпуск смотрите сами всего лишь через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...